всем привет вы у меня на канале прогулки на пенсии а мы с вами продолжаем рассматривать цветы которые появляются вот недавно недавно отцветшие или оцветающая медуница вот она вот она вот она а рядышком такие листики заостренные на концах напоминающие легкое поэтому это растение называется в народе легочница у медуницы два рода листьев одни листья на стебельке привычные нам скоро они пропадут со стебельком вместе а вот это вот так называемые летние листья они останутся и у растения будут все лето растение будет набираться силы чтобы весной без этих уже листиков сразу пустить стебелек и зацвести ранней весной а мы с вами пришли за новым растением чтобы полюбоваться на него и одно из таких растений вот она перед нами сиреневого цвета цветочки видны издали растения примерно сантиметров 30 с резными листочками давайте внимательно внимательно его рассмотрим называется она сочевник здесь можно на конце увидеть такой усик и догадаться что это родственник бобовым растениям это растение только-только начинает цвести вот посмотрите вот она в полной своей красе так давайте увидим тоненький стебелек тонюсенький стебелек здесь только-только набирает свет это растение вот если посмотреть вот здесь внимательно то мы можем увидеть несколько уже зацветших травинок сочевника вот он и там дальше вот она и уже можем полюбоваться и какие симпатичные цветочки очень напоминающие цветения обыкновенного гороха только у гороха белые цветочки это вот такие теперь прихожу в лес и очень часто видя своих уже знакомцев здоровую с каждым из них приветствую их смотрите целый сон наших знакомцев вот уже сколько знакомцев обнаружили еще больше незнакомцев о которых хочется узнать все больше и больше обязательно узнаем а сегодня рассматривали сочевник растение для меня совершенно новое мало знакомая я его увидела несколько лет назад идя по тропинке в лесу нашла его все таки удалось мне определить что это за растение с тех пор в начале мая всегда появляюсь в лесу чтобы полюбоваться на это дивное растение здесь она растет на полянке на этой одиночными такими цветочками растениями но это нисколько не портит его очень нежная очень красивая воздушная изящная изящная когда сочевник отцветет то вот этот костик стволик травянистые листочки все ли это еще будут видны но очень долго вернее не все ли это но очень долгое время будут видны а вот самих цветочков уже конечно будет не видно потому что там будут семена семена эти с вкусным элементом потому что их очень любят муравьи вот они их растаскивают поэтому если вы увидели один цветочек сочевника то рядышком обязательно будет второй и третий муравьишка возьмет понесет понесет да и обронит так и оказалось вот еще один кустик а там дальше еще а там дальше еще так за сочевником можно исследовать сиреневый цвет не слишком броский поэтому если вы далеко то это эти цветочки они как-то и незаметно они просто темные но уж если вы его нашли не подойти просто не сможете хочется не просто подойти поближе 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 и рассмотреть его как и у медуницы у него разного цвета цветочки есть такие малиновые или темно-розовые а есть синеватые оказывается те что синеватые это более поздние цветочки те которые уже опыленные и цвели уже несколько дней ну можно обратиться теперь к словарю и посмотреть как звучит латинское название этого цветка оробус вермис весной когда появляется это растение охотно поедают его животные особенно коровы хорошо набирают вес и самое главное дают удови молока повышается поэтому не случайно что в народе это растение называлось коровьей едой лес стал такой затененный березки вид распустились и липы тоже поэтому они затянили нашу полянку и не сразу глаза видят растение о котором мы сегодня говорим вот вроде бы вот солнышко осветилось полянку и вот здесь наше растение о котором мы говорим прошлый раз мы без труда распознали в цветочках которые напоминают львиный зев собачки такие родственника бобовых и действительно народные названия подсказывают что это и есть родственник всем бобовым в некоторых областях например в твери и вятки это растение называют воробьиным или журавлиным горошком в новгороде лесной гусениц в волокде жабница в могилёве зверец я думаю потому что вот эти цветочки они напоминают львиный зев звериные звериные есть поэтому и зверец так ну а еще петушки видимо за гребешок такой вот малиновый сердечная трава потому что здесь есть составе этой травы есть вещества которые помогают при сердечных болях очень часто это растение растет вдоль тропинок поэтому называют его еще тропником но здесь к сожалению я не могу вам убедительно показать что вдоль тропинок растет это растение достаточно густые все-таки уже заросли разных растений ну и на украине свои названия но тоже очень такие светистые говорящие ну например зазулины сапожки или черевички давайте посмотрим зазулины сапожки или черевички вот они и в грузии это растение называется царцвелла такое растение у нас сегодня с вами было мы с вами познакомились с сочевником или чиной весенний так правильно называется это растение видите там где уже произошло опыление завязались маленькие маленькие стрички вот они как только опадут все 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 завязавшиеся цветочки то это растение с трудом мы заметим хотя у него такие вот характерные листики похожие на рябиновые но заметить его среди вот этой травы уже будет невозможно на этом мы с вами нашу небольшую прогулку давайте завершим желаем вам всего хорошего здоровья благополучия и чтобы ваша жизнь всегда была расцвечена разными красками как у сочевника и личины весенний пусть они будут ярко малиновыми и голубыми и сиреневыми лишь бы это вас радовало желаем вам здоровья благополучия и всего доброго